Относительно Украины, я полагаю, что эта страна заходит на свой последний виток, вступает в последний этап своего независимого суверенного существования. Дело в том, что с геополитической точки зрения украинское государство было чрезвычайно хрупким с самого начала, потому что те границы, в которых она образовалась, оно включало в себя два народа с противоположной геополитической ориентацией. Большинство европейских стран, подавляющее большинство европейских и неевропейских стран представляет собой один народ, или один народ с добавками, с меньшинствами. А Украина – это два народа с противоположными геополитическими ориентациями. Один народ – это восточно-украинский народ, который состоит не только этнически, но именно народ, как общность людей, объединенная единством судьбы. Этот народ, во-первых, в нем составили большую роль, играют русские великороссы, этнические великороссы, которые населяют практически весь Крым и значительную часть восточных территорий Украины, плюс по культурному типу к ним примыкают малороссы, чадо русской православной церкви, ориентированные тоже самое на единство с Россией. Есть второй народ – западенский народ, который совершенно иную культурную ориентацию. Это представители преимущественно западных областей, которые в последние века жили в составе либо Абстер-Венгарии, либо Польши, и, в общем, стали частью европейского культурного пространства. Ну, может быть, захудалого, но европейского и культурного. У Европы тоже есть своя периферия. Это недоевропейцы, но именно они совсем не русские. Они просто недоевропейцы, и все, могут мыть посуду, работать малярами в Европе, и они будут чувствовать себя адекватно. У них есть своя этническая самобытность, как у любого народа. Это всегда прекрасно, всегда замечательно. Есть свой говор, не совпадающий, кстати, с официальным украинским языком, который вообще искусственное образование. Если бы в этом государстве, государстве Украины, эти два народа смогли договориться между собой, какой-то установить баланс, что мы немножко в Европу, но не отрываемся от России, получаем российский газ и уважаем Россию, ну, тихонечко ползём и вот туда, гастарбайтерами ближе к Парижу, к Риму, к западным территориям, или к польским панам традиционным, чей сапог давно не был, или австрийским бюргерам. Давно просто не видели германо-польского сапога, видимо, западенские жители, им как бы заскучились. Поэтому им надо это всё дать, безусловно, и, в общем, одновременно восточному украинскому народу надо было дать наш бесплатный газ, свободу ездить к родственникам, ну, интеграцию нашу в Россию, в Большую Россию, чьей частью они являются. Интеграция какой? Культурной. Если бы взять, украинское руководство взяло курс такой, такой рациональный, взвешенный, вашим и нашим, многовекторный он назывался, нейтральный с точки зрения, пусть они не вступают в ОДКБ, но они не должны вступать в НАТО, а пусть они не принимают русский язык государственным, но пусть он сохраняет статус второго языка официального, не единственного, а второго. И вот такой баланс, это единственный способ был сохранить Украину, как суверенное независимое государство. Конечно, оно было бы суверенным лишь до той степени, в которой баланс западных и восточных интересов, то есть влияние Запада и влияние России, как-то уравновешивался в политической велике. Часть бы ездила туда, часть бы к нам, и где-то между собой они бы полемизировали, но курс пошел по-другому, курс украинской истории после Оранжевой революции. До этого при Януковиче можно было надеяться не на пророссийскую ориентацию, Янукович не пророссийские политики. Янукович, он наследник Кучмы, то есть многовекторный политик, который и вашим, и нашим. Он был искусственно смещен ультразападниками в такую провосточную ориентацию, чувствовал себя там совершенно неуверенно, не на месте. И вот в Украине начался раскол, вот тогда вот в Оранжевой революции. Почему? Потому что власть захватили, присветили половины народа, которые сказали, все государство наше. Тем самым вторая половина народа оказалась просто отчуждена от власти, отчуждена от культуры, почувствовала себя забитыми, униженными, оскорбленными. Ну и, несмотря на то, что это пассивная часть, западенцы были активны, это пассивная часть, она была тихой, спокойной, думает, ну ничего, рассосется все. Но деятельность Оранжевых постепенно и их начала мобилизовывать. Сейчас вот этот процесс раскола Украины выходит на завершающую прямую. Я думаю, что эти выборы будут последними в единой Украине, больше ничего впереди им не светит. Результатов эти выборы не могут дать никаких. Вот понимаете, вот как бы украинцы не выбрали, они не могут ничего выбрать. Если они выберут Тимошенко, это Запад, тогда будет недовольный Восточный. Если выберут Януковича, Запад не пойдет под Януковича, потому что его уже превратили в такого, в Восточника. Поэтому украинцы сейчас занимаются выбором, который они сделать не могут. Это выбор без выбора. Они могут выбрать только одно, распадся сегодня или отложить это дело на завтра. Я думаю, что тянуть нечего, на самом деле. Россия долгое время пыталась закрывать глаза на эту ситуацию, как-то увещевать. То вентиль откроет, то закроет, то откроет, то закроет. Но в конечном итоге мы же не можем решать за эти два народа. А эти два народа, по сути дела, каждый день, каждый день расходятся. Я думаю, в выборы, вот на приближении к выборам, просто мы увидим две Украины. Две. Одна Украина будет на Украине, другая в Украине. По сути дела, не значит, что половина уйдет в Россию. Я думаю, просто речь идет о создании двух форм украинской государственности. Западная украинская государственность и восточная украинская государственность. Одна будет ориентироваться на Россию, но на самом деле и на Запад тоже, и на Европу. Другая будет ориентироваться против России и на Европу. Конечно, конфликт предрешен, он неизбежен. Конфликт, потому что где проводить границу? Как формально, политически это фиксировать? Граница пойдет где-то по Киеву, а сейчас она пойдет по семьям внутри семьи, она пойдет по душам людей. И здесь очень сложно провести исторические модели, потому что сейчас баланс и настроение в социуме украинском несколько сместились, изменились исторически. То есть на словах, конечно, мы будем до конца признать суверенность Украины, но по сути дела, я думаю, что вопрос о ее разделе предрешен. Там нет политиков, нет сил, нет ситуации, нет политических партий, нет социальных настроений, которые бы смогли удержать Украину от распада. Сейчас это не может сделать никто. Его, кстати, не могут предотвратить и американцы, потому что американцам не переварить Крым и Восточную Европу. Если они попытаются в таком составе пустить в Украину в НАТО, включить или даже в ПТЧ, то в одной из стран НАТО вспыхнет гражданская война. Оно им надо, тогда это будет плохой знак для других стран НАТО, что и там можно пересмотреть отношения к НАТО, и НАТО не является гарантией территориальной целостности никого. Ну тогда, вы знаете, оттуда все просто выйдут и все. Если еще этого НАТО не может обеспечить, зачем оно нужно? Поэтому американцы не будут возражать против раздела Украины, мы тоже не будем возражать, потому что Ющенко, Тимошенко и вот эти действительно обезумевшие западенские политики, которые задают тон в Киеве последние годы, они являются недогороспособными сторонами переговорного процесса дипломатического. Поэтому газа не будет, ничего не будет, и будет только побыстрее, коллеги украинцы, друзья и братья, родственники наши, определяйтесь, создавайте восточно-украинское, западно-украинское государство, плетитесь с границами, постарайтесь пролить поменьше крови, а лучше вообще сделать это мирно. А кто выиграет? Никто. В Украине никто не может выйти на этих выборах. Никто. Там никто ни к чему не участвует в них. То, что там происходит, это безумие, чистое безумие, агония. Так заканчивается государство. Все признают, например, Александр Рар, известный немецкий, либеральный, европейский политолог, четко и однозначно говорит, Украина не состоявшееся государство. Failed state. Все. Вопрос в том, что надо построить два более состоятельных, более состоявшихся государства. Поэтому я думаю, что следить за выбором совершенно безразлично. Надо следить только за соответствием будущей границы между западным и восточным украинскими государствами цивилизационным особенностям, чтобы она не слишком отличалась от той границы, которая разделяет эти два народа. При этом границы цивилизации проходят не только по территории. Но в некоторых случаях, если уж не смогли ужиться, не смогли выстроить разумную политику, сбалансированную, придется чертить ее по земле. То есть в пространстве уже физическом это болезненная вещь. Нам бы хотелось лучше в русском сейчас ориентироваться, как бы сдвинуть ее подальше на запад. А, наверное, в Вашингтоне сидят аналогичные геополитики, ломают себе голову, как бы сдвинуть эту границу подальше на восток. Вот проблематика украинская.